Отзыв владельца BMW 3 GT Что мы имеем? Вводные данные BMW 3 GT X-Drive 2018 года выпуска Бензин, турбина 2 литра 184 лошадиные силы 270 крутящего момента Прайсовая стоимость 2 миллиона 650 тысяч Плюс опции конкретно в этом автомобиле На 425 тысяч рублей Машина отказная Опции своеобразные С такими берут двигатель чуть более мощный Как правило Пробег на момент записи этого ролика 7145 километров Автомобиль был выбран в качестве основного На каждый день Человеком, который параллельно ездит На автомобиле Mitsubishi Pajero Sport Моим товарищем С которым мы также уже снимали ролик Про машину Mitsubishi В дополнение можно сказать, что автомобиль Был выбран на замену предыдущей трешки На которой также Мой друг передвигался Довольно активно Ну а на Pajero И на BMW 3 GT ездит по сей день И с удовольствием поделится с нами впечатлениями В формате вопрос-ответ Может быть немножечко расскажет от себя Какие плюсы-минусы И почему именно этот автомобиль Итак, Миш, привет! Привет! Первый вопрос Самый такой интересный Почему у BMW 3 GT Параллельно вот ты владеешь машиной Mitsubishi Pajero Sport Вот ролик мы уже видели, с тобой общались Вот почему именно эта машина в этих бюджетах? В первую очередь на Pajero Sport Не очень удобно передвигаться по городу Поскольку и большая машина И по пробкам вылезает расход Очень серьезный Здесь же И расход ниже фактически в два раза 7 литров против 14 Плюс пресловутая BMW-шная управляемость Действительно на дороге он ощущается гораздо удобнее Чем Pajero Sport Хорошо, второй вопрос Оправдала ли покупка? Какие первые впечатления? Потому что пробег в принципе небольшой И стоит ли машина вот тех денег Которые ты за нее отдал? Как ты считаешь? Предполагаю, что в моей ситуации Машина однозначно стоит этих денег Поскольку предыдущая машина Трешка GT Трешка обычная На замену которой была куплена эта машина Все-таки обладала некоторыми недостатками Которые в условиях жизни В большом городе В нашем климате Абсолютно не подходили Для зимнего передвижения на автомобиле Какие недостатки? Машина была заднеприводная Поэтому выход из гаража При большом снегопаде Доставляла определенные проблемы Даже в Москве? Даже в Москве Хорошо, а почему не кроссовер? Например, X3 можно было взять Чуть-чуть деньгами поиграв Плюс какие-то суммы Все-таки X3 за счет того, что Больше по размеру машина В данных условиях С данным двигателем Уже едет Ну, не совсем так Во-первых А во-вторых Если нужно что-то большое перевезти Или если поехать на рыбалку То сам Паджеро Спорт Полностью отвечает Поставленным задачам Поэтому смысла Переплачивать за кроссовер Нет никакого То есть для себя В городе Даже с учетом Рыбалки Эргономика салона Вот ты сел Ты поездил Какие вот реально плюсы Выделишь После тех машин Которые были Несомненный плюс Который пришел мне В голову В принципе По эксплуатации этого автомобиля Это именно Простота в эксплуатации Не нужно ничего выдумывать Не нужно заботиться Ну, как бы Озаботиться Состоянием дороги Именно дороги То есть Если брать Внедорожные возможности То это машина не про то То есть машина Сел и поехал Нет никаких Суперсложных опций Ну, в ней нет Понятия Что она не спортивная Абсолютно То есть Тот минимальный двигатель Который в нее ставится Какие-то показывать Достижения На треке Или Заходить боком в повороты На ней не получится Ну, она зайдет Но ощущений От этого Каких-то чудесных Ты не получишь Но Именно как Машина на каждый день Когда Могут быть тяжелые Дорожные условия Замечательно Ну, ты сейчас говоришь словами Универсальность Знаешь, как будто Универсал Про универсал Так говорят обычно Да Это в принципе Можно сказать Что это С какой-то стороны И машина Стоящая посередине Между седаном И универсалом Поскольку Багажник уже Гораздо больше Чем в седане Но не такой большой Как в универсале Но при этом И внешний вид И Едет она В принципе Ощущается Лучше чем универсал Поскольку И шумности в салоне Меньше Чем универсалы В принципе Часто страдают За счет того Что он не разделен Салон и багажник И не ощущаешь Того Что едешь Универсале В принципе Как седан Как трешка Она по сути Она От трешки По езде Практически Если по сухой дороге По обычному Она не отличается Может быть Помягче Нет Она Она несколько Помягче За счет того Что больше Дорожный просвет Хотя В то же время Там На предыдущей Стояла 16 Резина Более С более высоким Профилем На этой стоит 18 Но она все равно Ощущается мягче Смотри Вот сложный вопрос Для тебя будет Все таки Твоя машина И весь такое понятие Кажется Кулик Своё болото Хворю Вот какие минусы Реально Ты можешь выделить В принципе Постарайся На холодную голову Объективно сказать Непредвзято Какие реальные минусы Что бы ты сказал БМВ исправить Реальные минусы Этой машины Я могу определить Как в машине Класса GT То есть В принципе Созданная Для езды На дальнее расстояние Отсутствует Кройсконтроль Как базовая опция Это вообще поворот Гранд туризма GT По идее На дальней поездке Семь Нет Вроде предполагалось Что вот Садишься Я даже не смотрел Ну как бы Не обратил внимания На то Изначально Когда покупал То что Кройсконтроль Отсутствует Даже в голову Наверное не пришло Даже в голову Не пришло Что в машине GT Может отсутствовать Кройсконтроль Теоретически Эту опцию Можно добавить Причем Добавить В условиях Дилера Гарантия на машину Сохранится Но это дополнительные деньги И пока Я не вижу Для себя Необходимости В установке Вот этой опции Потом Определенные минусы Существуют Все таки Как это Неудивительно звучит Но С качеством Скорее даже Сборки Нежели Изготовление деталей Наша сборка Нет Это немецкая Немецкая Хоть машина И немецкой сборки Но За Полгода Эксплуатации Даже полгода Еще не прошло Было уже Три Гарантийных Обращения Они все По мелочи Одно из них Даже удивительное Произошла Замена Лобового стекла По гарантии Причем В стекле Был Пузырик И Дилер И BMW Россия Первый раз С таким Столкнулись И стекло Забрали В Германию На анализ Почему так Произошло Вторая Неисправность Это попадание Воды В датчик Бактроника В принципе В нашем климате Это вполне возможно Но опять Для меня удивительно Что на машине Такого класса Такое происходит И третье Это при сборке Из-под панели Пластиковой Торчал клей Оставшийся в ней Все эти случаи Были признаны Гарантийными По всем Замены происходили В течение Одного Двух дней Согласовывалось Без вопросов Претензий По устранению У меня нет Абсолютно никаких А по лобовому Можешь уточнить Гарантийный вопрос В чем заключился Гарантийный вопрос В том Что внутри стекла В районе Правого дворника Находились Пузырики Интересно Я постараюсь Найти фотографию У меня по-моему Где-то есть И Для самих И для дилера И для Представителя Это было Удивительной вещью Они с таким Ранее не сталкивались Воздух там Какой-то был Воздух Внутри стекла Никакой А термальной пленки Ничего на машине Не наклеено То есть Это изначально Именно Проблема В изготовлении Детали Смотри Вопрос по поводу X-Drive Вот у тебя есть Полный привод На Pajero К которому ты привык По поводу X-Drive Что можешь сказать По поводу X-Drive Могу сказать Одну простую вещь Я не замечаю Как он Работает То есть Я не могу Четко выделить Моменты Когда вот сейчас X-Drive сработал А вот сейчас Он не сработал Комфортнее Чем на трешке Ездить Где ощущается Граница Границы в X-Drive Я пока не ощущал Поскольку Сейчас на трешку Сел И вот мы поехали Вот зима В принципе Такая Люденькая Сел на трешку Если я буду ехать На заледеневшей дороге Вполне возможно Что система стабилизации Начнет мне показывать Пробуксовку колес Ведущих На этой машине В принципе Не случается Такого не случается Абсолютно Понятно Смотри По десятибальной шкале Практичность салона Эргономики Какую бы ты оценку поставил По десятибальной Восемь Восемь То есть тебя устраивает Не всегда хватает Места над головой Когда наклоняешься вперед Зачастую Соприкасаюсь С Козырьком Какой у тебя Против солнца Мой рост Восемьдесят восемь Ну то есть Вот я смотрю на тебя Уже Так сказать Для меня Для моего роста В принципе Это комфортный предел Понятно Ну я вот заметил Что я когда сажусь Немножечко задел Вот после X-Trail У меня все таки повыше стойки Со своими 173 Да Маленькими Я все равно сажусь И немножко задел голову Я просто такой нюанс Вот Смотри Вот по шумоизоляции Как бы ты оценил Устраивает И по поводу Опять же Тех же безрамочных дверей Все таки тоже Это как-то на шумоизоляцию Должно теоретически влиять То что вакуум Как-то не такой должен создаваться С одной стороны С другой стороны Может бы мы сделали так Что здесь хорошая шумоизоляция Вот какая У меня есть несколько моментов Значит по сравнению С предыдущей трешкой Здесь шумоизоляция стала лучше Лучше Ну потому что машина рестайлинговая 18-го года Рестайлинговая Я предполагаю Что некоторые вещи Обращения Они доработали Следующий момент Что в принципе Она для езды по дорогам Даже для езды по отраслам Между городами Ее вполне достаточно Шум На который проникает салон Не приводит К полнейшему дискомфорту И третий момент Здесь добавлена Шумоизоляция колесных арок Сам добавил Да Сам добавил В виде опции Но она была получена в подарок Почему бы и нет Не могу сказать Что я слышу колес Очень сильно Она однозначно лучше Чем в поджерике То есть оценка Все-таки какая По десятипальной шкале Я могу сказать Семь Но это мое личное сугубо А вот поджерик Как оценил? Поджерик на шесть А трешку тогда как? Трешку тоже на шесть А то есть поджерик с трешкой У тебя были Поджерики Слышно двигатель В трешке Слышно очень сильно колеса А здесь больше А здесь городзвуки жалятся По-разному народ как-то с этим живет Вот безрамочные стекла Классно смотрится Реально дизайн Это круто как бы выглядит Но зимой Вот смотри После мойки Когда морозы Еще что-то подмерзает Или нет Может быть как-то справляешься С этим или вообще не сталкивается Я предполагаю Что я с таким не сталкивался По причине того Что машина стоит в гараже Поэтому она за Пока машина теплая Пока остывает Уплотнители успевают высохнуть Поэтому стекла ни разу не прихватывала А то что вообще Это безрамочность Она тебе нравится? Безрамочность однозначно нравится Практически пользы нет уже Это дело вкуса Дело вкуса Эстетики Да безрамочные двери Все таки выглядят Более купеобразно Чем стандартные Вернемся к тройке BMW Заднеприводной Которая кстати тоже Засветилась у меня на канале В свое время Ты на ней поездил И вот если сравнивать Конкретно вот ту тройку Которая в принципе Ну если так разбираться Концептуально Она немножечко другая Но в принципе машина очень схожая И сравнивать именно BMW GT Вот по ощущениям Сильно лучше тройки она Стоит ли она этой переплаты Опять же по 10 балльной шкале Как бы ты оценивал езду на тройке И вот на GT Если выбирать Смотреть езду по летним дорогам То Трешки обычные Заднеприводные Можно поставить Однозначно 7 баллов Мое личное сугубое мнение Я не претендую на Это отзыв Владельца естественно Конечно они разные Эта машина все таки По летней дороге Ощущается фактически так же То есть разницы Нет никакой принципиальной разницы Может быть в какие-то моменты Сложные на дороге Она поведет себя лучше Может быть хуже В данный момент Пока в сложные Я не попадал В летнюю эксплуатацию Эта автомобиль еще не было То есть по сути Все зимой Все зимой Но в зимней эксплуатации Однозначно она выигрывает За счет полного привода За счет большего дорожного просвета То есть Ну а за счет То что она длиннее То что багажник Все таки Немножечко Опять же тот же спойлер Да фишка Мы сейчас про нее поговорим Вот какие-то Дополнительные опции Они стоят Этой переплаты Плюшки От именно Гран-турезных Если брать разницу Между Трешкой с подобными опциями И Трешкой GT Разница по цене Будет в 200-300 тысяч И я могу сказать Однозначно Что Добавляющийся полный привод И добавляющийся размер салона Действительно Стоит этих денег В условиях Именно покупки Премиальных автомобилей То есть ты бы переплатил Ну ты и переплатил Я переплатил Сделал свой выбор Осознанно И в следующий раз Тоже бы переплатил Поскольку Ну для меня Я считаю Что эти опции Для меня необходимы А по поводу обзорности Пару слов скажешь Хорошая Плохая По поводу обзорности Присутствует Некоторая Ну можно сказать Что болезнь Из-за Левой водительской стойки Не всегда видно Пешеходов На переходах Но обычно Это случается На невысокой скорости И реакция Всегда спасает В остальном По зеркалам Вот лобовое В принципе остекление Не очень большое По зеркалам Вполне их достаточно По Площади остекления Хватает? Площади остекления Тоже Вполне хватает Плюс Меньшая площадь Остекления Поскольку я люблю Ездить С открытыми окнами Меньше попадает Пыли В салон А вот загрязнение Потому что В принципе Вот у тройки Они начали У нас 13 года Появляться Я смотрел Люди отзывы Пишут Что сильно пачкается Вот эта именно зона Которую мешает Просматривать Зона пачкается Но почему-то На заднеприводной Пачкалось больше Я не могу Определить точно Почему это Мне кажется Что за счет полного привода Ведущие колеса Все-таки Заталкивают Ту грязь Которая вылетает Из-под колес Глубже Под машину А может быть Вполне возможно Это связано С тем Что здесь Стоит другая резина То есть На трешке Больше На трешке Да Больше забрасывал Я вот сразу Вспомнил о резине Вот Runflat Именно здесь Он же стоит в базе Я так правильно понимаю? Да Здесь в базе Стоит Runflat 18 За то время Пока мы ездили На Runflat Не шумности колес Не более жестких Каких-то ощущений От них Я не получил Для меня Вполне достаточно Комфорта Для передвижения По нормальным дорогам Подвеска жесткая И хотел бы Может мягче Жестче Вот на трешке Подвеска И здесь подвеска На трешке Подвеска Точно такая же Но меньше ход Поэтому эта подвеска Ощущается мягче Ну да Я тебя спрашиваю Наконец-то Мы сейчас уточнили Все-таки здесь Помягче А если поджерик Брать Опять же Поджерик За счет больших ходов Подвеска Ощущается Мягче Ощущается Поскольку При допустим Определенной неровности На Паджеро Я могу проезжать Со скоростью 40 метров в час На этой машине Я буду вынужден Ехать 20 Объективно Именно объективно Поэтому Она в любом случае На Паджеро Будет ощущаться Но мелкие неровности Мы проехали Глотает Я чувствую Хорошо глотает Да С мелкими неровностями Обстоит все прекрасно Битая дорога Все берет Вот работая Вообще Система Так сказать Сопомогательных Датчики Дождя Датчик света Ты замечаешь их работу Может плохо работать Может хорошо Климат контроль Тот же самый Печка В принципе По вспомогательным системам Но вообще По системам автомобиля Датчик света Датчик дождя Работает в штатном режиме Не трогаешь их Не дергаешь Я их не трогаю Не дергаю Не включаю Не выключаю Лишний раз Поскольку Даже в принципе Не замечаю их работы Поскольку Они все делают Абсолютно нормально В этой машине Очень сильно Привлекает Камера заднего вида Поскольку Она здесь Выполнена На очень высоком Качестве Самой камеры То есть Изображение Очень высококачественное Такое разрешение Не знаешь Что там По-моему Здесь 720p 720p Ну я смотрю Плотность неплохая Но единственное Что маленький экранчик Поэтому картинка меньше За счет этого Плотность Наверное все таки Выше Вполне возможно Плюс При Парковке Датчики Срабатывают Не только Отображая расстояние Но и подсвечивают Препятствия Которым ты подъезжаешь И это очень удобно При парковке Вот по поводу Работы коробки Тут 8-ступенчатая ZF Вот что ты можешь сказать Устраивает Корректно или работает Может есть какие-то Замечания В целом Устраивает Есть небольшое Замечание При езде в пробке На скорости 10-15-20 км в час Бывает Машина подергивается Но Ну не так сильно Влияет на комфорт Буквально Либо пробка едет Чуть медленнее Либо чуть быстрее И это дергание пропадает А то что перестакивая Скоростью Не было такого? Нет То есть все четко Вы переключаете? Он да Четко переключает Я подозреваю Что это подергивание Связано именно С алгоритмом Переключения скоростей И как-то может быть Прошивка И от этого можно Извелиться И именно в пробке Именно в пробке По поводу спойлера Что можно сказать Прикольная фишка Интересная такая Не на всех Премиальных машинах Есть там Панамера Выезжает Еще там Упорший Вот Как-то Есть с этим Проблемы какие-то Насколько Это действительно Полезно Как ты считаешь На скорости И вот еще Есть такая проблема Что вода попадает Под спойлер Я тоже слышал Что в первых ревизиях Трешек Вот GT именно Попадала вода Как-то Что-то подмерзало У тебя я сталкивался По поводу спойлера Я могу сказать Что по внешнему виду Машина Совершенно приобожает С открытым спойлером И действительно Внешне Очень нравится Как выглядит спойлер Он автоматически Открывается На 100 км в час На стане на 80 На 100 км в час Открывается Я спрашивал В салоне Почему Вообще На этом автомобиле В базовой комплектации Даже в самой У салона Спойлер И они объяснили Что У аэродинамики За счет Того Что автомобиль Лифтбэк Прижимной силы На задней оси Инженеры Посчитали Прижимную силу Недостаточной Поэтому решили Что На скорости От 100 до 150 км в час Спойлер Должна быть Дополнительная прижимная сила А свыше 150 Спойлер закрывается То есть это инженеры сделали Не маркетологи Это инженеры Это не маркетологи А в то что вода Впадает Есть такое? Я не сталкивался С попаданием воды В багажник Или с Попаданием воды И с Ну с отсутствием работы Спойлера Единственный Бывает момент Когда Выпадает снег И включаешь обогрев Заднего стекла Полу расставивший снег Затекает на спойлер Может там После этого Замерзать И его надо чистить Поскольку он выдает ошибку И не открывается Ну то есть он сам это Понимает Он сам понимает Что Какое-то препятствие Для его открытия И рекомендует Очистить спойлер Смотри Еще такой момент Я тоже вот смотрел В первых ревизиях GT Я не знаю Насколько это правда Вот ты мне сейчас подтвердишь Либо опровергнешь То что багажник Вот задняя дверь Пятая дверь Из салона Открывается Из ключа открывается И нету Соответственно Нельзя закрыть ее Из салона В этой машине Можно закрыть Из салона Есть внешняя кнопка И есть Датчик Под бампер А из салона Можно закрыть Можешь сейчас Открыть Закрыть Ради интереса Просто Эти скорость открытия Довольно большая Она очень высокая Вот в Ниссанах Она прям полчаса Стоит Ждешь пока И закрывается Так же Получается нет А вот мы и проверили Надо попробовать Проверить ключа Смотри Вещь не закрывается Слушай То есть смотри Мы из салона ее Открыли Получается Из салона Можно ее открыть Смотри Видишь какие Машины На машине Ездишь Не знаешь Нюансов Оказывается Вот это кстати Неудобно То что можно Открыть А чтобы закрыть Надо идти кнопку А кстати багажник Геометрия багажника Она же немножко Горбатая Правильно Не задеваешь Там на парковке Нет Не задеваю То есть в принципе Нормально Может еще просто Не замечал Ничего Он не задевает Теперь я От себя Пару Пару слов скажу И ты Либо согласишься Либо может Как-то немножко Меня скорректируешь Смотри Вот машина Стоит в принципе В тех же бюджетах Ну плюс-минус Чуть дешевле Чем кроссоверы Допустим Но при этом Вот ты выбрал BMW Вот несмотря на Какие-то маленькие Недочеты Да Она тебе нравится Все-таки ты выбрал Получается Эмоционально Да Или это выбор Практический Вот как ты считаешь Выбор в принципе Двусторонний Поскольку Стоимость автомобиля Для меня была Не изначально Объявленная А все-таки Он стоил Сильно дешевле Причем Большую Часть преимущества Этого Салон BMW Дал за счет того Что меняем BMW На BMW Трешку на трешку Трешку на трешку GT И в принципе Автомобиль обошелся В 2 миллиона 300 тысяч На круг И за 2 миллиона 300 Это был бы Ну может быть Это мог быть кроссовер Но Там бы не было того Что привлекает меня Здесь В этом автомобиле То есть получается Смотри У нас прайсовая была 2,400 Плюс опция на 400 Прилично Прайсовая 2,650 Плюс на 400 Тысяч Опций И фактически Машина Со скидкой В 600 700 тысяч Для меня Это было определяющим фактором Да Немцы Конечно Можно предложение Встретить Хорошее Машина Отказная Как и было Раньше сказано Надо было Отдавать Со своеобразным Набором опций Им нужно было Отдать Фактически Заряжавшийся товар Поэтому Они пошли На Такую скидку А какие опции Здесь Нужные Для тебя Не нужны Здесь Из опций Ну именно Из больших опций Добавлено Спортивное сидение Это спортивное Это спортивное сидение С боковой поддержкой С электроприводами Не вижу особой разницы Ты покрути Настройки Полностью регулировку Плюс тут две кнопки Память Нет Две кнопки Это боковая поддержка А да Слушай Вот эта опция Сильнее слабее Это Это Опция Здесь Удлинитель Для ног Это Опция Мусор Тоже Опция Мусор Подчистим Понятно И это Основное Спортивное сидение Спортивное сидение За счет того Что они Более Удобные Чем обычные Какие-то Внешние элементы Отделки Здесь Другой передний Бампер По сравнению С обычной Жетихой Здесь 18 колеса Ну ты в принципе Согласился Совсем особо Внимание Я согласился С этим Поскольку Таскиты Которые они давали За этот автомобиль Была Определяющей Ну понятно В общем Рублем Все решил Калькулятор Понятно Медиа Вот Штатное мультимедиа Устраивает полностью Да Здесь стоит сам маленький экран Из возможных Его вполне хватает Иногда Не хватает Навигации Установленной Но С нынешними Мобильными устройствами Вполне достаточно Не переживаешь На эту тему А расход средний Не спросил Специально Сохранил Изначальный расход Хочу попробовать Это оставить За все время Эксплуатации Автомобиля Средний расход Составил 8 литров На 100 километров Средняя скорость 35,8 И Мото И 207 Моточасов Автомобиль Проехал Можете Использовать Крепулятор И пересчитать Машину Вряд ли обманывают Такой момент По поводу Климат-контроля Он Смотри Он не синхронизируется Да С одной стороны Но Я считал Что нужно зажать Кнопку И допустим Он будет Синхронизироваться Вот таким Вот образом Мы Крутим Крутивочки Он сейчас Не синхронизирован И даже Зажимая кнопку Ну Никаким образом Он Сейчас попробуем Никаким образом Синхронизации Не происходит Сейчас попробую Вот так Вот как на корейцах На японцах Зажал И должно Синхронизироваться В общем Не знаю Знатоки Наверняка Есть у нас Может Кто-то советует Напишет Не будешь мучиться Как синхронизировать Климат Правильно Что нужно зажать Сколько подержать Стеклоподъемник Все автоматически Все 4 Все 4 Бардачок большой Маленький Вообще Замечаю Бардачок достаточно Обычный То есть В этой машине Нет никаких Супер Выделяющихся Моментов Но нет никаких Моментов Которых бы В машине Конкретно Не хватало Маленький Подлокутник Ну довольно Наверное Вместительный Ну кстати Нет Не вместительный Не вместительный Места мне мало Открывается надежно Знаем так Качественно Чувствуется То есть Ничего не люфтит Не болтается Вообще В принципе В машине Салон собран хорошо Не звучит Не шумит Мягкий пластик Ну в общем-то Материалы довольно Хорошего качества Нету прям Таких наших Огрехов Если брать Там корицев Японцев Где даже В Lexus В Infiniti Все равно Найдешь К чему Придраться Здесь в принципе Все так Довольно Цивильно Собрано Даже Рояльный Лак За 7000 Я смотрю У тебя Абсолютно Не затерся У меня В машине Ездит собака И периодически Перебирается С задних сидений На передние С пластиком Все в порядке Слушай Видишь Даже собака Ездит А у меня Никто не ездит Ну как никто Кроме семьи И уже Подтерто Ну как будто Знаешь Вот что-то Ее лодит Все таки Качество Видимо Изначально Вот этого Пластика И вот этого Покрытия Несколько Выше Чем вы Целили Темные стойки Это опция Темные стойки Темная крыша Это опция Это опция Глонасс Здесь идет У нас По умолчанию Идет Глонасс Ну правильно Российские машины Я не уверен Работает он Или нет Да если честно Вот сколько тестов Есть Ну так себе У меня тоже Есть Глонасс В машине Нет классического Очечника Ох Так надо сказать Вот Только Нет очечника Это же Только Вот этот Слева Съемка Слушай А почему Нету Интересно Не ставит BMW в трешке Очечник Это дополнительная опция Вот козлы Слушай Мы могли бы хоть Очечник сделать Поэтому очки Ездят Отдельно Если бы ты сейчас Вернулся в салон У тебя были бы деньги Купил бы ее же Или может быть Подум Если бы я вернулся В салон С тем же самым Двумиллионами Двумиллионами Тысячами Которые у меня были Может накопил бы Чуть И четко Я мог Рассчитывать В принципе На Либо на Х1 На Х2 Либо на Обычную Трешку Либо Существует Такой вариант Если рассматривать Еще и автомобили Несильный БУ То Представительский Парк Это Пятерка Но Пятерка Была бы Заднеприводной Повторилась бы История трешки И повторилась бы История трешки На Х3 В новом Кузове Который Сейчас вышел Вряд ли бы Я смог Рассчитывать Поскольку Его цена Да Упиралась бы В 3 миллиона А это Я считаю Что это Уже Дороговато Именно Для Вот такой В нынешних условиях Да Это Было бы Дороговато То есть Вернувшись В салон С теми же Деньгами Вот сейчас Спустя Полгода Езды Да Я сделал бы Такой же Выбор А другие Марки Не посмотрел Я рассматривал Другие Марки Смотрел Шкоду Кодяк Семейный Такой Рассматривал Ну Тоже Да Фактический Вариант Семейный Рассматривал Киа Сорента Прайм Интересовался Инфинити УХ50 Ну Понятно Он еще не вышел Но Прилекла Больше всего Житишка Именно За счет Того Что Она Стоит Где-то Между Кроссоверами И Классическими Седанами Универсальностью Именно Управляемость Седана И его Практичность Чуть Чуть Под кроссовер Да Чуть ниже Практичность Чем в кроссовере Но Гораздо Лучше Ощущается На дороге Миш Спасибо Большое Очень интересно Знаешь Вот Отзывы владельцев Автовладельцев Всегда интересно Слушать Понятно Что это все Субъективно Знаешь Вот например Я поезжу У меня будет свое Мнение У тебя свое Ну Я все-таки Стараюсь вести Диалог Да И выяснять Как-то Более-менее Взвешенно Ты человек адекватный Я думаю Ты можешь Справедливо сказать Потому что Если бы были Какие-то действительно Негативные моменты Минусы Я думаю Ты бы озвучивал Ну Негативные были В принципе В течение разговора Я их озвучил Терпимые Но для меня Они Неопределяющие В данном случае Понятно Ну поздравляю С покупкой Я думаю Что проездишь Сколько ты планируешь Лет 5 Наверное Проездишь на ней Я предполагаю Что от 3 до 5 лет Все зависит От состояния бюджета Семейного И вообще Возможности И желания И от желания Да Если эта машина Будет и дальше Устраивать И ездить На том же уровне На котором она ездит Сейчас Ну смысла замены Я не вижу Субтитры сделал DimaTorzok